Субтитры создавал DimaTorzok Это интереснейший собеседник, экс-разведчик-нелегал, а ныне журналист и писатель, живущий во Франции, Сергей Жирнов. Сергей, рады приветствовать тебя. Привет, Миша, привет всем нашим зрителям. Вот у нас сегодня разговор о твоих книгах. Я знаю, что ты написал несколько книг. Вот читал, что переиздание твоей книги автобиографической о своей жизни, которая по-французски называется «Ле клейрер», правильно? Разведчик, да. Да, в отличие от шпиона. Очень важное отличие. Вот она вот сейчас, значит, вышла в продажу, и я хотел поговорить о твоей биографии. И к тому же, как мы выяснили, у нас есть много общих совпадений. Вот начнем с МГИМО. Ты, кстати, пишешь в книге о МГИМО? Да, конечно, много пишу о МГИМО, обязательно, обязательно. Большая страница. Ну вот, значит, мы выяснили, что мы практически однокурсники. Ты поступил в МГИМО в 1978 году, я поступил в 1977 году, ты поступил на экономический факультет, я поступил на журфак. И мы закончили примерно в одно и то же время, Брежневский застой. Вот, значит, мой первый вопрос о поступлении. Давай, как бы, обменяемся впечатлениями о том, что такое было поступить в МГИМО в 1970-х годах. У меня было это, конечно, удивительно, потому что я жил в то время в Зеленограде, в пригороде Москвы, который считался районом Москвы. Это мне позволило, кстати, подавать документы в МГИМО с преференцией, потому что в этих самых правилах приема было написано, что в основном принимаются жители Москвы и Подмосковья, преимущественно мужчины и члены КПСС и так далее. То есть вот это нам позволило, я не знаю, как у тебя, а у меня это позволило, значит, подать, так сказать, документы в МГИМО. Плюс нужна была характеристика из райкома партии в Москве. Значит, мой зеленоградский райком партии мне дал такую характеристику, потому что я был жутким активистом пионерским и комсомольским у себя в школе и в районе. И, значит, в 1978 году я пришел к тебе на факультет, который находился на Щипке, Николощиповский переулок в Москве, недалеко от МИДа. И там мы сдавали экзамены, а потом, и там, значит, была мандатная комиссия, там все проходило, весь прием. В июле месяце, это ужасный месяц, июль, потому что все мы, конечно, боялись ужасно, пройдем, не пройдем, куча народа. Но у нас был запасной аэродром, потому что мы сдавали в июле, и все знали, что если мы провалимся в июле, у нас будет еще в августе месяце возможность поступить в какой-нибудь другой вуз. Вот таким другим вузом у меня был МИЭД, Московский институт электронной техники, который был в Зеленограде. Вот у меня там родители работали инженерами, там меня тоже все знали. Вот туда мне, наверное, было проще поступить, потому что, так сказать, меня учительца моя алгебра и геометрии математики, у нее муж преподавал там в этом институте, и она нас готовила туда, то есть она накачивала нас на математике. И это было очень смешно, потому что единственный экзамен, который я сдал на четверку, была математика. Я вообще, вот чего-чего я не ожидал, то есть я знал, что я там могу по-русскому написать на пятерку, но английский там я надеялся на пятерку и математику, я боялся больше всего географию, потому что география в школе была плохая, география в школе была очень условная, надо было заниматься с репетиторами дополнительно, чего я не делал, кстати, это было... И я боялся больше всего географии, в итоге я сдал лучшую географию, плохо математику, но все равно нормально. Так часто бывает. Надо сказать, что у меня схожая была ситуация, я занимался математикой, я обожал математику, знал ее лучше, чем наши школьные преподаватели, чем страшно их раздражал. Буквально меня вызывали к доске и ставили двойку за плохой почерк в математических формулах. И да, я был готов к поступлению на Мехмат МГУ, но решил попробовать поступить в МГИМО, потому что я закончил школу золотой медалью, мне нужно было сдавать два экзамена. И я подумал, два экзамена надо попробовать. На журфак было поступать тяжелее, чем на экономический, экономический был больше факультет. А на журфак там школьников брали чуть ли не 10 человек в год. Поэтому, когда я подал документы, там же, на щепке или на щепке, прекрасно помню это здание, вот, я подал документы, и когда я вышел обратно, меня ждал отец, и я ему сказал, слушай, там в анкете написана национальность моей матери, а вот, а у меня еврейка. И, так сказать, мы все знаем, что это было чревато. Чревато, чревато. Я говорю, что писать? Он говорит, пиши правду. Ну, я написал правду. Значит, в этот же вечер папе позвонил знакомый с факультета журналистики. Папа работал-то у меня журналистом, знал всех, и сказал, слушай, твой сын не пройдет. Папа говорит, почему? Потому что, оказывается, есть МГИМО, ректорский список, и в этом списке фамилии тех, кто подал документы, и рядом с фамилиями там либо минусы, либо плюсы. Рядом с твоим сыном, фамилией твоего сына стоит минус. А это значит, что даже если он будет петь гимн Советского Союза, как говорится, и все остальное, то ему ничего не светит. Ну, и вот я, пожалуй, впервые рассказываю эту историю, но думаю, что могу, потому что все люди, которые с ней связаны, уже в мире ином. У папы был друг, с которым они вместе в детский сад ходили, вместе на горшках одних сидели в детском саду. И так случилось, что этот друг стал генералом КГБ. Причем он работал, по-моему, не в очень хорошем управлении, 5-е управление, которое занималось диссидентами, по-моему. Ну, с какой точки зрения не очень хорошая, для МГБ как раз очень хорошая. Да, вот именно. И папа, ну, папа с ним не общался, так сказать, они не были у нас в гостях, но, в принципе, такая дружба, она нерушима. И когда какие-то проблемы у нас возникали, папа звонил ему, и он как бы нам помогал, чтобы нас не сгнобили. И вот папа ему позвонил, дядя Гера, человек, которого мы будем знать, как дядя Гера. Подпольная кличка дядя Гера. Да, и значит, он говорит, Гер, смотри, что происходит-то, дискриминация. А дядя Гера говорит, не может быть. Он говорит, да вот позвони своим. И дядя Гера звонит в МГИМО, значит, ну, там, МГИМО, естественно, в свой отдел КГБ. Ну, там проректор по режиму был, который был КГБшник, да? И плюс первый отдел, да? Ну, да, ну, да. И говорит, вот есть у вас такой список? Ему говорят, есть. А вот что стоит рядом с фамилией Сергеева? Ему говорят, минус. Он говорит, приказываю переправить на плюс. Я, говорит, эту семью хорошо знаю, им можно доверять. Вот, собственно говоря, я думаю, что так я и поступил в МГИМО. Потому что сдача экзаменов, это было дело второстепенное. Я хорошо учился, хорошо все знал. Но, естественно, если бы меня начали заваливать, меня бы завалили целенаправленно. Но меня заваливать не стали. И вот так это все произошло. Но там масса была еще таких вот странных моментов. Там, например, нужно было иметь хорошее зрение. А у меня левый глаз практически слепой. И мне пришлось выучить всю таблицу наизусть. И когда мне закрыли правый глаз и стали спрашивать, я, как говорится так, примерно видя, что это такое, отвечал. Вот это такого рода незабываемые моменты. Ну, в конце концов, да, значит, мы поступили. Значит, что ты думаешь об учебе и духе тогдашнего МГИМО? МГИМО конца 70-х, начала 80-х годов. Ну, для меня, конечно, так сказать, у меня никого родни не было в блатной системе внешних отношений, внешней торговли, дипломатии, журналистики и так далее. Хотя, я так думаю, вот у меня не было дяди Геры, да, но у нас моя бабушка жила в Архангельском, а в Архангельском была дача Косыгина. Это существенно. Моя бабушка 40 лет там работала в санатории Министерства обороны. То есть она знала весь генералитет, во-первых, Министерства обороны, ну, всех маршалов, да, вот послевоенных, там, Жукова, Рокоссовского, там и прочих. Это одно. И, с другой стороны, у них депутатом местным был Алексей Николаевич Косыгин. У него там была дача. И, как выяснилось потом, я не очень этому придавал значение, мой дядя, ну, человек, который женился на моей тете, вот, он не дядя исходный, а он, так сказать, второй муж моей тети, он работал в девятке в КГБ, и он работал, значит, в охране Косыгина, он был его киномехаником. Он крутил кино для семьи Косыгина. И, соответственно, значит, и вообще Алексей Николаевич, он был таким человеком очень доступным в те места. То есть он ходил там на каток, в кино, в какой-нибудь там, в дом культуры этого самого санатория. И с ним можно было очень легко пересечься. И больше того, там была, значит, от его дачи полтора километра, путь-то назывался Липовая аллея. И по этой Липовой аллее, значит, он полтора километра шел пешком, его там чайка сначала, а потом зил ехал за ним сзади. И он со всеми здоровался, с кем он там встречался, иногда даже разговаривал, довольно часто разговаривал, расспрашивал. И, в общем, за там многие десятилетия он знал практически всех местных там по именам, фамилиям и так далее. Вот, и я так думаю, а его, и его дочка, и его зять все заканчивали МГИМУ. И потом, кстати, внуки все заканчивали МГИМУ. Вот, и я так думаю, что не исключен вариант, что вот моя бабуля или моя там тетя, которые очень сильно боялись, они понимали, что у меня нет никаких, на самом деле, никаких шансов поступить в МГИМУ, может быть, сходили там на поклон к Алексею Николаевичу и таким образом тоже вот какой-нибудь там минус на плюс исправился. Но я этого не знал. То есть вот в отличие от тебя, который знает эту историю, я свою историю не знаю, я могу только догадываться. Вот, и поэтому, и больше того, она, вот это незнание позволяет мне быть гордым и счастливым, говорить, что это вот я такой умный, сдал все экзамены, там с одной четверки, все остальные пятерки. Вот, а на самом деле, как ты правильно сказал, никакого отношения к знаниям реальным этого не имел, никогда. И там ставили эти четверки и пятерки тем, у кого стояли плюсы и минусы, и все. Вот, ну, значит, естественно, у меня было очень много предубеждений по отношению к институту, потому что он считался очень блатным, он считался очень элитарным, очень закрытым, очень таким просто жуть страшная. Вот, и я больше всего боялся, что, ну, вот поступить-то мы поступили, так сказать, да, а вот чего теперь будет дальше? Как там учиться? Как там учиться? А вдруг наши знания ничего и ничему не соответствуют? А вдруг мы тупые? А вдруг мы вообще там, я не знаю, там, знаешь, как вот люди, вот ты с золотой медалью из Москвы, да, а есть люди, которые с золотой медалью там с глубинки из какой-нибудь приезжали и выясняли на первом экзамене, что их золотая медаль не стоит даже тройки в Москве. И, в общем, вот у меня была такая боязнь, такая боязнь. Но довольно быстро она исчезла, потому что, ну, во-первых, на экзаменах, помнишь, целый месяц мы, значит, общались, потому что сначала сдавали документы, значит, в очереди, там разговоры какие-то, родители с нами были на первый день, со всеми приехали родители, мы, естественно, там перезнакомились все с семьями, вот, потом родители перестали ездить, мы ездили уже одни, когда сдавали экзамены, вот, ну, какой-то уже круг уже сложился, какого-то общения. И плюс у нас на МЭО, у нас же строилось новое здание на Юго-Западе, и мы были первыми, кто туда переехал учиться первым курсом. 78-й год. А оно, естественно, как во всем Советском Союзе, оно было недостроено, и нас, значит, зарядили на август месяц. Вот ты-то поехал отдыхать, небось, в август месяц. Ошибаешься, работал на стройке. Окей, окей, значит, нас всех зарядили на эту стройку. Да, 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 я прекрасно ее помню. Да, и на этой стройке, в общем, мы перезнакомились уже довольно близко с каким-то кругом. Я убедился, что там, несмотря на то, что кто-то у кого-то там папа был за границей, мама была за границей, кто-то сам был за границей, но, в принципе, мы все живые люди, абсолютно нормальные, там, ну, со своими плюсами и минусами, как всегда бывает, человеческими. Вот, но, так сказать, ничем мы не отличаемся, у нас такие же две руки, две ноги, там, и все остальное. Вот, и, в общем, это меня немножко успокоило, и потом, когда мы начали учиться, то, в общем, все пошло, как бы, для меня лично нормально, даже хорошо, потому что меня даже спустили какой-то там, опять же, вот, там какой-то был список сзади, да, и меня сделали, значит, комсоргом моей академической группы. Вот, это, как мы сами все понимаем, это никакой, никакие не выборы были, да, это никакой там ни голосования не было, это просто спустили кандидатуру из Спарткома, значит, через комитет комсомола, вот, и все, и все проголосовали единогласно, конечно, за мою кандидатуру. Вот, а это означало, что все, как бы, нормально, да, что какой-то ангел-хранитель, там, где-то он эту самую галочку поставил, поэтому я все-таки подразумеваю теперь с годами, что бабушка моя все сходила, наверное, к кассиринам, потому что, да, потому что слишком все это красиво было. Потом еще у меня была другая версия, кстати, потому что на факультете дипломатическом был человек-преподаватель с фамилией тоже Жернов. А у нас были какие-то родственники, с которыми там у бабушки было там 8 братьев и сестер, но которые, как ты сам, во многих семьях перестали общаться там в 50-е годы или 40-е годы, потому что там был отстрел поголовной семьи, и люди перестали писать родственников, перестали общаться, вот, и у нас какие-то там шишки были в семье, потому что вот я знаю, что мой троюродный брат был вот этот самый актер Сергей Жернов, который играл в театре на Малой Бронной, и вот в этих фильмах Шурик там и так далее, там бриллианты для диктатуры пролетариата, то есть, в общем, какие-то, наверное, в общем, связи еще были семейные, но мы их, в общем, не поддерживали, потому что это было опасно, а потом потерялись уже, и уже, так сказать, история позабылась. Вот, ну, это я к чему? Что, в общем, в итоге все получилось гораздо лучше, чем я ожидал, то есть, в общем, все оказались, да, довольно нормальными людьми и для общения, и для учебы, там, и для пьянок, и для всего-чего угодно. Вот, ну, конечно, когда мы выходили за стены МГИМО, на нас смотрели, конечно, как на динозавров, да, как на марсиан, которые там спустились с планеты неизвестно откуда, потому что нам же, ты помнишь, нам выдали студенческие билеты красного цвета. Не было ни одного вуза, в котором студенческий билет был красного цвета, за исключением МГИМО. Вот, а у нас, значит, студенческие билеты красного цвета, и поэтому все было. Когда мы их показывали, конечно, там в своем кругу каком-то, у всех были синие, а у нас были красные. Ну, в общем, конечно, обстановка была хорошая в том смысле, что мы же с тобой не знали ни Сталинщины, ни Хрущевщины, ни ничего. Мы, в общем, жили в Брежневский застой, когда он еще не был застоем. То есть, в общем, это были такие хорошие годы Брежневского советского застоя. Вот, и по этому поводу я думаю, что у нас с тобой остались самые положительные впечатления об этой эпохе и о нашей учебе в элитарном советском вузе. Я не знаю, как у тебя. Расскажи о тебе. У меня, ну, они смешанные чувства. А, у тебя сложнее было, у тебя сложнее судьба была, да. У меня смешанные чувства, во-первых, потому что, да, я согласен, ребята все были нормальные, то есть сокурсники были нормальные, с ними никаких проблем не было. А вот с преподавателями иногда возникали проблемы и такого для меня очень неприятного свойства. Мы однажды выпустили Стенгазету, я выпускал Стенгазету нашего факультета, и поскольку я человек очень саркастический, очень любил нагнать сарказма. Вот, и однажды мою газету разбирали на порткоме МГИМО, всего МГИМО, и, значит, а я там, что там, я на смерть Высоцкого, мы написали какую-то статью, и, в общем, мне тайно сказали, мне отвели в сторону, сказали, знаешь, Миша, ты лучше крути педали, пока тебе не дали, и пинком, куда понятно. Декан меня вызывал, спрашивал про преподавателя, явно, как говорится, хотели они убрать какого-то преподавателя, и он меня пытал, хороший он или плохой, а вот почему он плохой, я говорил, что он хороший, какие-то вот такие не очень приятные моменты, во-первых. Во-вторых, каждый раз, когда я приезжал из «Картошки», а помнишь нас на «Картошке»? Помню, помню, да. «Картошку» я не любил, мягко говоря, и, честно скажу, симулировал радикулит, причем симулировал мастерски. Я симулировал так, что даже мои сокурсники начинали верить, и меня отпускали с половины «Картошки». Здесь, кстати, извини, поскольку ты поднял эту тему, у меня такая же ситуация была, потому что я тоже откосил от первой «Картошки», от второй «Картошки» я ездил только на одну, потому что от первой я откосил по медицине, тоже что-то там просимулировал, от второй я откосил, потому что я работал каким-то там переводчиком где-то, я не помню, где уже, в КМО, по-моему, работал, а вот на третью надо было ехать. Нет, я поехал. Я обычно ехал, а уже в процессе я, согнувшись над сбором картофеля, я вдруг симулировал приступ жуткого радикулита, когда я не мог ходить, двигаться, меня там клали на постель и так далее. Мне почему-то это доставляло большое наслаждение. Видимо, какие-то актерские задатки были. Я так вживался в роль. А ты знаешь, это, кстати, был очень правильный выбор, потому что это была болезнь, которая, во-первых, ее невозможно определить объективным путем. Я знаю. Потому что у меня был один приятель, который мне тоже сказал, что если вот надо чего-то симулировать, то вот надо симулировать боли в пояснице или там, я не знаю, что-то радикулит, потому что это не определяется никак. Раз. И с одной стороны. А с другой стороны, поскольку это не хроническое заболевание, а вот бывает схватит, а бывает не схватит, то это не отрождится на твоей карьере. Потому что если ты будешь симулировать что-то другое, то ты можешь просто быть забракованным дальше для работы за границей. Ну да. И поэтому радикулит, это ты правильно симулировал. Ну я знал, что я делал. Я сделал риск. Но каждый раз после того, как я приезжал с картошки, знакомые, опять же, моего папы с факультета, звонили ему и говорили, ну вот, на вашего Мишу опять стучат. Они никогда не говорили, кто. Но всегда говорили, что. Всем было известно, что я не пьющий. Вообще. Я вообще не пил никогда. Я, наверное, единственный русский, который ни разу не пробовал водку. Твое здоровье. Как я говорю, I'm a vodka virgin. То есть, так сказать, это не водка. Ты можешь рассказывать, что это вода. Мы тебе верим. И поэтому все знали, что я не пьющий, и почему-то все стучали, что я алкоголик, жутко напивался на картошке, видимо, рассчитывая, что никто этому не поверил. Иначе я никак не мог понять, что происходит. И самое главное, что мне не нравилось в МГИМО, это жуткая политизированность в предметах. Я не знаю, как у вас на экономическом, у нас на журналистике. Собственно говоря, журналистике нас мало учили, но были курсы по литературе и по редакторе. Но сколько было курсов по истории КПСС, диамат или диамуте, истмуте, и то, и сё, и пятое, и десятое. Даже история страны, а у меня была история Латинской Америки, она была в основном историей коммунистического рабочего движения. Вот это всё, честно говоря, меня жутко доставало. Единственное, чему нас учили очень хорошо, это языкам. Но вот МГИМО, на мой взгляд, давало языки лучше, чем какой-либо институт в то время в СССР. И у меня были замечательные преподаватели, о которых я помню до сих пор. Мы даже обсуждали, знал ли ты Глеб Иванович Семёнова, ты его не знал. Ну да, но это вообще был феноменальный человек, первый переводчик Мишеля Фуко на русский язык. Вот такого уровня люди нас учили. Это было замечательно. Да, то есть были положительные моменты, были отрицательные моменты, так скажем. Но МГИМО, вот я приехал в Америку и столкнулся с таким явлением, что большинство людей русских, которые эмигрировали в Америку, они в МГИМО не учились. И для них МГИМО – это как бы клеймо. Если МГИМО, то всё. Прошёл через школу народных комиссаров, и уже тебе от этого не отмыться. У тебя были такие ощущения в общении с другими людьми? Да, конечно, МГИМО, ну, относились, потому что, вот я поэтому и сказал, что, в общем, когда мы выходили за стены этого института, на нас смотрели как на марсиан. Да, то есть МГИМО был, конечно, вузом, у которого была, так скажем, плохая репутация в народе. У него была очень хорошая репутация в каких-то высших кругах, я не знаю, в ЦК КПСС, в МИДе и так далее. Но в народе у него была плохая репутация. Поэтому на определенном этапе я даже перестал говорить о том, что я учусь в МГИМО. А поскольку у меня было очень много приятелей в МИДе, и, кстати, там была интереснее культурная жизнь. Вот ты знаешь, ГИМО, главное то, что меня разочаровывало, ты знаешь, я не скажу, что я относился остро, точно так же воспринимал остро, как ты, то, что там политизация была. Мне, откровенно говоря, это мало волновало, потому что я знал просто правила игры, что надо, так сказать, что мы идеологический вуз. Ну и все, идеологический вуз, ну значит, чего? Партия сказала, надо, комсомол ответил, есть. Ну, хотите, чтобы мы вам рассказывали какие-то эти самые речевки на экзаменах, ну, будем рассказывать вам речевки, нет проблем, ребята. Вот у меня это, хотя в Зеленограде я с 16 лет читал всю подпольную литературу, там она ходила почти открытой, потому что, ну, знаешь, там надо было клепать ракеты, поэтому там не сажали за антисоветчину, потому что если там начинают сажать за антисоветчину, там некому будет работать и клепать эти ракеты. Вот, по этому поводу у меня спокойнее все дело было. Вот, но единственное, что меня смущало, это то, что ГИМО была довольно слабенькой культурной жизнью. То есть вот у нас дискотеки резко-редко происходили, у нас не было никаких там КВНов почти что, а вот все это было в технических вузах. Это было в МГУ, это было в Фистехе, это было в МАИ, это было во всех таких крупных хороших технических вузах, это было в МИЭТе. И в МИЭТе, поэтому я ходил на всякие там дискотеки целыми днями, у меня там была куча народу, потому что, ну, и потом выпускники из моей школы, там все они учились в большинстве своем. Вот, и поэтому на каком-то этапе, когда мне надо было где-то там представляться, я понял, я понимал, что сказать, что ты учишься в МГИМО, это значит там, я не знаю, там девочки все отвернутся. Вернее, нет, девочки-то повернутся, но это будет не, так сказать, не, как бы, скажите, неправда. Да, да. Они все хотят уехать за границу, поэтому они все захотят тебя на себе женить. И поэтому я косил вот под МИЭТ, когда мне надо было сказать, ну, в какой-то абстрактной компании, где ты учишься. Да я вообще не припомню КВНов в МГИМО. Их просто не было. Согласен. Да и дискотек я что-то не припомню. Единственное, что я могу вспомнить, это, во-первых, были шахматные турниры, поскольку я играл в шахматы, у нас была шахматная команда в МГИМО, и мы выступали, и с нами играл Руслан, кажется, его звали, и Лемжинов, который впоследствии возглавил. Какую республику он возглавил? Калмыки. Калмыки. И друг с ним Калмык. Да, вот. Калмык. Это Калмык на самом деле. Это я помню. Была шахматная команда. И один раз я участвовал в конкурсе политической песни. Вот все было политизировано. Я любил играть на гитаре, петь песни, но как-то политическую песню не освоил. Ну, там я что-то спел. Я что-то спел, которое можно было выдать за что-то политическое. Мне дали третье место. И после этого, значит, ко мне подошли из моего факультета и сказали, и предложили мне организовать группу музыкальную. И я сказал, что я готов, только я буду петь Акуджаву и Высоцкого. А мне сказали, ну нет, вот надо петь политические песни. Ну, я им сказал, политические песни пойте сами. А у нас, ты знаешь, был один период, только год или два, когда Юра Полищука избрали в Большой комитет комсомола с заведующим сектором культуры. И вот тогда у нас чего-то там активизировалось, и какие-то там вечера начали, потому что он уже был заводной. И, в принципе, вот это вот единственное, где-то там на каком-то, на четвертом или на пятом курсе у нас чего-то там чуть-чуть сдвинулось. Ну да. Ладно, хорошо. С МГИМО мы выяснили. Давай поговорим о том, что происходило с МГИМОвцами после МГИМО. Давай я сначала расскажу свою печальную историю. Дело в том, что я-то был очень наивным человеком в то время, совершенно не представляя, что происходит. Уже на третьем курсе я понял, что журналистом я быть не хочу. А кем я быть хочу, я не знал. И поэтому, когда мне предложили, а нам предлагали работу, я уж не помню, где-то, наверное, на пятом курсе, когда уже все заканчивалось, мне назначили интервью и предложили работать в ГРУ. В главном разведывательном управлении, военная разведка. Это была аналитическая работа. Но аналитическая работа, кстати говоря, для меня это было неплохо. Но я не хотел связывать свою жизнь с армией. То есть для меня армия – это просто что-то из ряда вон выходящее. Я настолько не армейский человек. Я не могу выполнять приказы. И я сказал, знаете, я сказал, что я очень хочу быть журналистом, поэтому я не могу пойти на это. И, видимо, после этого я попал в какой-то черный список и закончил ГИМО, я не мог найти работу. Полтора года. Вообще. Причем происходило это так. Меня звали на интервью в Гостель-радио, например. Я приходил, там в отделе кадров был какой-то странного вида мужчина, толстый, с мутными глазами. Я писал, у меня был диплом по Бразилии, а язык у меня был испанский. И он меня спрашивал, а вы пишете по Бразилии, значит, там бразильский язык. На таком уровне у нас происходил разговор. И после этого он говорит, ну ладно, я вас вызову на второе интервью. И на второе интервью он уже меня не вызывал. И так было все время. Как швейцарский язык, да? Да. Или бельгийский. То есть я понимал, что что-то не то. А что не то, я не знал. И поэтому для того, чтобы меня не посадили, а в Советском Союзе был закон, что если ты безработный, то, соответственно, тебя забирают. Либо на военную службу, либо в тюрьму сажают. И я знал, что это опасно. Я взял справочники и нашел, значит, такую службу. Это была служба Биржа Труда Советская. Вот с кем я не говорю, никто не знает о ее существовании. Ты знаешь, я думаю, Миша, ты был единственным человеком, который знал о ее существовании. Вполне возможно. Но дело в том, что меня заставили обстоятельства. Я очень не хотел идти в армию, но и в тюрьму тем более. И я нашел эту службу. Причем это была районная служба. Значит, в нашем Дзержинском районе я пришел туда, я прочитал законы. Согласно законам, эта служба должна была меня поставить на учет. Вне зависимости от того, что они думают. Вот я пришел и сказал, кто я, что я. Значит, этот мужик, который мне отвечал, сказал, что а что тебя твой папа не устроил? Я говорю, мой папа в Африке. И даже если бы он был не в Африке, еще неизвестно, строил ли бы он. Ну, говорит, вот пусть тебя твой папа и устраивает. Я ему сказал, вы знаете, вот закон, пожалуйста, оформите меня. А согласно советскому закону, если ты зарегистрирован на бирже труда, тебе обязаны предоставить работу по специальности. Вот это был, так сказать, мой счастливый билет. Потому что работу там продавцом в магазине или там на почте мне могли предоставить. А он мне отвечал, а как же я вам предоставлю работу? Я говорю, как хотите, так и предоставляете. Вот закон, вот моя регистрация. И вот так полтора года я просуществил. Вот мой диплом гемо-журналиста и международника. И давайте мне в ТАСК куда-нибудь или там в Рио-новости с большим удовольствием. Пожалуйста, пожалуйста. Ну вот я хочу об этом рассказать широкой публике, потому что, опять же, я нигде не слышал о том, что кто-то упоминал о существовании биржи труда в СССР. Я даже не знал, что она существует вообще. Откровенно говоря, вот когда мы с тобой первый раз разговаривали, и ты мне сказал такую штуку, я тебе не поверил, откровенно говоря, потому что я считал, что не может быть в СССР никакого биржи труда, потому что у нас не было безработицы. Какая биржа труда, если безработицы нет? Безработицы, безработицы, может, и не было, а безработные были. Были, да. Там были зарегистрированы другие люди, я видел их, поэтому она действительно существовала, но она как-то не рекламировалась, и она работала как государственная структура. Расскажи свою историю. Моя история, с одной стороны, проще, а с другой стороны, сложнее, потому что ко мне не на пятом курсе подошли и не из ГРУ. Ко мне подошли, значит, у меня было две истории занятные. Все были в 80-м году, когда Высоцкий умер в августе месяце, а там за несколько, за три недели до его смерти, я работал на Олимпиаде, значит, я не знаю, работал ли ты на Олимпиаде. И я работал на Олимпиаде, мы наверняка там встречались, ты с французским, я с испанским, я не знаю. Нет, мы не встречались, потому что я сидел в справочной 09 на Калининском проспекте и ждал безуспешно звонков, которых не было. Мы умирали со скуки, потому что ты работал с делегациями, скорее всего, ты был счастливым человеком, а я был несчастным человеком, потому что нас посадили в эту справочную службу, ее создали, потому что считали, что народ будет звонить куда-то. А кто будет звонить, если у каждой делегации свой, как ты, переводчик, гид-переводчик, который на все мог ответить. Поэтому нам никто не звонил. И вдруг раздается звонок, и мне звонит какой-то француз сумасшедший, который просто случайно нашел этот номер телефона где-то там в справочной книге и решил просто посмотреть ради смеха, что это такое. Позвонил, значит, и он попал на меня. Это был мой первый француз в жизни, настоящий, а я для него был первый советский, который говорит по-французски. Причем для меня этот разговор начался очень классно, потому что мы начали разговаривать, он говорит, слушайте, а как вам удалось устроиться на эту работу, потому что я же знаю, что они французов не берут к себе. Я говорю, а я не француз, я советский. Он говорит, нет, ну хватит меня разыгрывать, я знаю. Нам же МГИМО ставили акцент, тебе поставили французский акцент в лингофонном кабинете. Ну, у меня на самом деле, как выяснилось, просто ухо такое, мне даже ничего ставить не надо было, потому что когда я пришел на первый урок французского языка, меня наша преподавательница оставила, Наталья Борисовна Дубровская, и сказала, женой, останьтесь-ка, у меня к вам пару вопросов есть. Вот, я остался, она меня спросила, так, давайте, сознавайтесь, вы учили уже французский язык? Я говорю, нет, не учил никогда. Ну, тогда у вас родители связаны с французским языком? Ну, нет. Ну, чего, у вас бабушка француженка, что ли? То есть она меня пытала минут 15 в коридоре. Я говорю, да нет, ничего, у меня все нормально, у меня вот, смотрите, у меня анкета чистая, родственников за границей не имею, никто не работает в иностранных языках, ничего. Она говорит, ну, ладно, хорошо, отпустил меня, она приняла просто. И она тогда мне сказала, ну, у вас просто тогда ух, потому что первый раз я вижу такого человека. Ну, мне было приятно, естественно. Но французский язык очень сложный в смысле акцента. Да, его так просто ты не сделаешь. Я учил испанский, там, как говорится, все очень просто. Там легко подделаться под испанцем. Да, испанский ближе к русскому языку, проще с русским языком. Кстати, испанцам также ближе русский язык. Вот среди всех иностранцев испанцы, может быть, лучше всего говорят по-русски, кстати. Ну, за исключением африканцев. Еще африканцы говорят неплохо по-русски. Вот, ну, в общем, возвращаясь к этой истории, значит, и таким образом мы с этим бедным французом поговорили два часа. Вот, и время остановилось, у нас была беседа, а потом вдруг я там посмотрел вокруг, ну, он меня, естественно, пригласил туда куда-то там выпить, там, чашку чего-нибудь. Вот, я ему сказал дежурную отмазку, что у меня мама в больнице мне надо, или там бабушка в больнице, поэтому мне, к сожалению, нельзя с ним встречаться. Вот. И, значит, распрощались. И тут же меня вызвали в кабинет директрисы. Там сидел некий человек, который привез меня на Лубянку, где меня еще два часа доспрашивали, а что это был за разговоры, почему мне звонили, почему два часа, и почему это француз. А человек, которым я об этом расспрашивал, его, это был капитан Владимир Владимирович Путин, который служил в Ленинграде, а во время Олимпийских игр его выдернули, как многих КГБшников провинциальных в Москву. Вот, и таким образом вот мы с ним пересеклись. Он, естественно, вешал мне, пытался повесить уголовное дело, там, я не знаю, там, то ли диссидентство, то ли шпионство. Вот. Я об этом там рассказывал. Кому не лень, посмотрите, у Марка Фигина есть, на моем канале есть ссылочка на эту передачу. Вот. Поэтому не буду повторяться. Вот. Но таким образом я попал в какую-то тоже, типа черного списка КГБ. Потому что они меня выпустили, и ничего, ничем это для меня плохим не закончилось. Вот. Ну, на всякий случай я своему дяде Моти, который там крутил кино Косыгину, сказал, что вот у меня был такой разговор. Он, может быть, там через девятку что-нибудь там тоже, или там Косыгину шепнул, шепнул. В общем, все это дело для меня закончилось хорошо. А через четыре месяца, значит, вот у меня была и шило, шило в одном месте, потому что мне не сидело. Знаешь, как это. Потому что у нас иностранным языкам нас учили хорошо, но мы все учили иностранные языки как латинские, как мертвые языки. Да, потому что надо было учить хорошо, а практиковать его нельзя было без разрешения. Вот. И по этому поводу, значит, у меня поехала крыша, и, значит, я стал слушать французское радио и принял участие во французском конкурсе французского радио. Из закрытого города Зеленограда, из центра электроники, из закрытого института ГИМО, я послал телеграмму в Париж с ответом на этот юниористический конкурс. И тут, значит, закрутилась огромная машина, потом мне эти КГБшники рассказывали лично, Юрий Владимирович Андропов рассказывал. Вы молодых человек, наверное, себе не представляете, что когда студент МГИМО из Зеленограда посылает телеграмму в Париж с одним словом, а слово это было антиконституционно. Вот. Они совершенно ничего не поняли, они думали, ну все, либо шпионские шпионы какие-то, а зачем тогда посылать, что это кодирование, они нас провоцируют. Ну, в общем, за мной, на меня пустили собак, и в течение двух суток я был саморазыскиваемым человеком в Советском Союзе. Нашли, конечно, естественно, и поняли, что просто у меня едет крыша от чрезвычайных знаний французского языка, которые нельзя применить нигде. И, в общем, они на меня вышли и сразу предложили мне работать. Причем на меня вышел третий отдел управления С, то есть человек, отдел, который занимался подбором и подготовкой нелегалов. И с тех пор, значит, мы с ними стали встречаться каждую неделю секретно, нельзя было никому сказать, ни родителям, ни друзьям, ни любимым, ни никому, ни братьям-сёстрам. А потом я от них точно так же, как вот ты отказался, я от них отказался в 82-м году на четвертом курсе. И, вернее, это был пятый курс, пятый курс 82-й год, это конец был 82-го года, когда умер Брежнев, я отказался. И здесь я тебе должен возразить немножко, потому что ты говоришь там чёрный список. На самом деле, и это, кстати, я понял тогда уже, когда уже стал работать в КГБ, они очень любят людей, которые не хотят у них работать. Потому что, и они чрезвычайно не любят людей, которые хотят у них работать. Потому что люди, которые хотят у них работать, у них с морально-психологическими устоями плохо, и с этикой плохо. Потому что человек, который хочет работать в секретной службе, это плохой человек. А вот человек, который не хочет работать, его мы заставим. И по этому поводу, ну, они меня вот не так, как сделали с тобой, то есть они меня не бросили на улицу просто. То есть ты считаешь, что меня заставляли? Да, они тебя заставляли, безусловно. То есть они за тебя очень сильно держались, они хотели тебя сломать. Может быть, знаешь, почему разница? Потому что со мной работал КГБ, то есть политическая разведка, а с тобой работали сапоги, то есть военная разведка. И вот военная разведка, она может быть грубее, чем КГБ. То есть по этому поводу они тебя бросили на улицу просто, как безработного. А меня сослали в золотую клетку. Меня посадили в главный инженер технического управления МВТ, Министерство внешней торговли. То есть, в принципе, это золотая клетка. Я сидел на Смоленской стеной, там на четвертом этаже или на пятом этаже. Там рядом, на соседнем этаже были кабинеты министров. То есть, в принципе, это было очень такое интересное главное управление. В нем, кстати, был отдел ГРУБ, в нем был отдел КГБ. Вот через них шли все эти поставки там вооружения за рубеж. Вот. Но меня посадили в плановый экономический отдел. Значит, без окон и без дверей как-то полна жопа огурцов. Вот. Там была комнатка такая маленькая, и там нас сидело семь человек. То есть душно, света нету, и занимались мы экономической статистикой. Возродить ничего нельзя, потому что это соответствует диплому, внешне торговля. Вот экономисты, плановый экономический отдел, все, не отбадаешься никуда. Три года я должен, государство было отсидеть в этом плановом экономическом отделе. Вот. Ну, уже там на вторую неделю я стал долбиться головой в стенку. Вот. А они со мной, контакт у нас оставался, и они мне каждую неделю, значит, прокручивали ножичком в кровоточащей ране. Значит, звонили и говорили, ну вот, как дела у вас, какая у вас там работа, расскажите там. Вот. Ну, я говорил, что вот языков никаких нету, контактов никаких нету, занимаемся статистикой внешней торговли. Они говорили, ну, вы же учились в МГИМО, вот это ваша специальность, все хорошо, замечательно, интересное управление, да, вот там. Ну, то есть, молодцы, ребята. Они, значит, и я сломался, конечно, быстрее. Я сломался, вот ты не сломался, а я сломался. Ну, я сломался, и у меня тут несколько комментариев. Во-первых, относительно того, что никому нельзя было ничего говорить. Вот у меня здесь в Америке был опыт после 9-11, после вот этой катастрофы. Видимо, у них была ОФБР, была программа, они, значит, разговаривали с разными людьми, в том числе и со мной. Вот. Ну, просто спрашивали. Видимо, пытались выяснить, шпион ли я или не шпион, есть ли у меня тайны. Это был смешной разговор, потому что они стали спрашивать у меня про тайны. Я им говорю, могу рассказать тайны. Они напряглись, вынули блокнотики. Я говорю, вот тайны про Аристотеля, про Канта, про Платона. Они быстро сдулись, и на этом все закончилось. Я им сказал, слушайте, если вы хотите выявить шпионов, то, скорее всего, вам не нужно идти в Университет искусств. Они меня спросили, а куда нам нужно идти? Ну, я говорю, ну, как куда? Ну, там, где люди хотят карьеру в правительстве сделать, в экономике, в финансах, в бизнесе. А что тут я сижу, преподаю Аристотеля? Что вы хотите от меня? Ну, и в конце они мне сказали, что вот вы никому не говорите. Ну, это было давно, надеюсь, что они нас не услышат на русском. Вы, говорит, никому не говорите. И я спросил о жене. Они мне сказали, ну, жена, это, так сказать, можно, конечно. Своим близким, да, вы можете сказать. Я хочу тебе рассказать свою историю взаимоотношения с вашей Америкой, потому что как раз вот в тот же самый год, 2001 год, после 11 сентября, значит, я сделал ноги из Российской Федерации и думал, уже знал, что я туда не буду возвращаться, но думал оставаться мне во Франции, то есть просить беженства во Франции, в Швейцарии и в Штатах. И мои американские друзья меня пригласили, значит, прилететь в Штаты. А у меня же не было вида на жительство даже во Франции, я просто был там с визой годовой, обыкновенной. Вот, и, значит, я думаю, ну, давай попробуем, да. А в тот период уже было известно, я уже там в интернете писал уже, что я шпион бывший. Вот, я думаю, ну, американцы не дадут визу, скорее всего. Значит, я подал запрос в американское посольство в Париже, по идее у меня не было никакого права подавать этот запрос. Надо было его подавать по месту жительства, по месту прописки, так сказать, да, то есть в Москве. Вот, и я подал запрос и нагло его подал, запросил трехлетнюю постоянную визу в Штат, многократку. Вот, стоила она безумные деньги, там, 500 долларов, ну, я думаю, да, дай-ка, дай-ка мы сделаем. И они мне ее дали, эту визу. Вот, ну, а когда дали, уже некуда было деваться, значит, и в ноябре месяце, значит, я приехал в Бостон и в Нью-Йорк, вот, и ожидал. То есть вот прилетал я в Бостон, значит, и я думал, что вот сейчас сойду с самолета, с трапа, пойду по коридору, а там уже ребятишки вот эти в черных костюмах, они уже ждут. И там комнатка, и со мной будет беседа там часа 4 или 5 или 6, или, может быть, неделю, вот, и так далее. И ты знаешь, я там пробыл три недели в Штатах, значит, в Бостоне и в Нью-Йорке, ходил там друзьям в Организацию Объединенных Наций, ходил, водку пили. Что-то вот мы не делали ни разу, ни разу, Миша, ко мне никто не подошел и сказал, давайте мы с вами хоть немножко поговорим. В тот же год вот с тобой, с человеком, который преподавал Аристотеля, с тобой поговорили, а со мной настоящим шпионом, со мной не стали никто разговаривать, и это меня очень сильно заобидело. Ужасно обидело. Я до сих пор, ребята, простить это не могу. Ребята, FBI, ЦРУ, привет вам. Да, ну, не знаю, не знаю, по каким критериям они выбирали тех, с кем говорить, но для меня это был единственный такой случай, а вот, ну, я просто посмеялся вместе с ними. Нет, ну, ты знаешь, это все-таки у тебя немножко обывательский взгляд на шпионство, потому что как раз преподаватель Аристотеля, это прекрасная, как им сказать, крыша для шпиона, да, конечно. Потом они же знали, какой у тебя диплом, они же знали не просто преподавателя Аристотеля, а человека, который заканчивал МГИМО, знает языки там и так далее. То есть все нормально, в этом смысле они все правильно рассчитали. Да, возможно, возможно. Ну, вот мой второй комментарий по поводу того, как меня ломали. Я как-то не думал, что меня ломали, а папа мой действительно был в командировке в Африке, и ничем помочь мне не мог, а когда приехал, он не смог помочь. И сказал мне, что между ГРУ, военной разведкой и КГБ существует вражда. И, соответственно, КГБ, ну, дядя Гера, иначе... Да, да, я хотел спросить, а где же она, дядя Гера? Да, дядя Гера смог и тут переломить ситуацию. И мне помогли устроиться в еженедельных собеседниках, где я проработал два года, после чего меня, естественно, уволили. Это отдельная история, как обычно. Вот, но действительно, наверное, ты прав. Да, меня ломали. Тебя ломали? И я подтвержу еще, что действительно была война. Кстати, я этой войной даже воспользовался, потому что, значит, когда вот я был в МВТ, и своему КГБшнику сказал, что типа, ну, давай в обратную сторону. А они были ребята хитрые, они все-таки зло помнили. И поэтому они сказали, ну, вот вы же отказались там, а теперь передумали. Ну, вы знаете, ведь у нас же не так, что сегодня сказал, завтра откажется. Нам надо быть уверенным, что у вас все нормально. И они, в общем, начали меня волынить. Волынить, причем откровенного. Значит, так, это самое, назначает встречу, не приходит. Или говорит, что вы знаете, начальство думает, что вот не верит в вашу, так сказать, искренность, что вы теперь воспылали любовью. Ну, правильно, кстати, не верила, потому что никакой любви у меня не было. Это было понятно. И вдруг возникает ситуация совершенно непредвиденная. Я ее не планировал, сознаюсь. Но быстро проехал, в чем дело. Значит, 1 января 1984 года мне вдруг приходит повестка в армию. В военкомат. Я, значит, отпрашиваюсь с работы, там, на 2 января, отпрашиваюсь с работы в Министерстве внешней торговли, иду в военкомат. Значит, в третий отдел Зеленоградского военкомата. И они мне говорят, мы хотим вас призывать в армию офицерам-переводчикам. Вот. И, судя по всему, а знаешь, на самом деле это было так. Это же Новый год. То есть военкомат вызывает всех на Новый год, и все их задаривают по бутылками, всякими и прочими подарками на Новый год. Потому что они сидят вот в военкомате, а Дед Мороз почему-то им не несет подарков. И тогда они считают, что надо этого Деда Мороза, ему это самое, немножко помочь. Вот. Они, значит, вызывают всех этих офицеров, и большинство ведь не хочет служить никуда. Потому что только тебя там хорошо распределили, причем они знают, кого вызвать. Они вызывают тех, кто распределился в приличные места. Вот. Они меня вызвали, а я на их горе сказал, о, классно, отлично, давайте. Потому что я же знал, у меня французский язык, значит, чего? В Алжир, значит, меня должны послать, да? Вот. Все прекрасно, поеду в Алжир офицерам-переводчикам. Вот. И, ну, принес я, конечно, ему все равно бутылку коньяка там французского. Вот. И меня стали оформлять. А ведь военкомат – это ГРУ, значит. Есть офицеры-переводчики. Это, значит, ГРУ. Потому что все офицеры-переводчики в любом случае мы в системе ГРУ, чем приписаны были, наша военная учебная специальность. Вот. И когда у меня все это дело закрутилось, вот, а тут мне звонит мой этот самый КГБшник, тоже все-все, который меня, так сказать, гнет эту баланду. Вот. А я ему говорю, а, наверное, можете к лучшему, потому что вот меня призывают в армию, хотят послать официального переводчика в Алжир. А тут, и тут он по телефону выматривался, говорил, какая у тебя армия, как у тебя, Алжир, ты вообще чего? Вот. Вызвал меня на срочную встречу, вот, заставил рассказать все, что произошло. И тут все закрутилось как по маслу. И началась война между ГРУ и КГБ. Вот. Потому что через неделю меня вызывает этот майор в третьем отделе в Зеленоградском военкомате и говорит, слушай, тут КГБ чего-то на нас наезжает. У тебя ты чего с ними работаешь? А я говорю, нет, не работаю я ничего. Вот. И, в общем, в течение трех месяцев шла великая битва за Сергея Олеговича между ГРУ и КГБ. Победил КГБ? Да. КГБ обычно побеждал. Это да. Нет, на самом деле, знаешь, как нет, необычно. Потом они мне рассказали. Там важно было, кто с тобой подписал первую бумажку. То есть вот если ты подписал бумажку с ГРУ, тогда уже ГРУ, так сказать, ты становился человеком ГРУ. То есть вот первый человек, который с тобой какие-то отношения формализовал, будь то КГБ, будь то ГРУ, вот у них есть приоритет, все, уже КГБ не сможет тебя оттяпать, если ты с ГРУ какую-то бумажку подписал. Я понял. Ну, я понял. Скажу от себя, что я ни с кем никогда никакой бумажки не подписывал. А я их подписывал такую кучу. Ни с советскими, ни с российскими, ни с американскими, ни с какими. Ну, с американцами тоже мне не удалось. Вот видишь, я очень хотел, а они ко мне не пришли. И французы ко мне не ходят. Слушай, мы поговорили о конфликте между ГРУ и КГБ, вот я хотел еще спросить про КГБ. Дело в том, что КГБ, конечно, имеет репутацию, мягко говоря, плохую. Но КГБ же это было не только внутренняя контрразведка, но это была и внешняя разведка, где ты работал. А внешняя разведка считалась белой косточкой. Насколько я знаю, потому что мой-то папа работал журналистом, и он все знал, но он формально не работал в КГБ. Но все его друзья, не будем называть фамилии, имен... И показывать пальцами. Да, они были генералы КГБ. Они были очень эрудированные, образованные, симпатичные, приятные люди. И папа мне честно признавался, что когда он приезжал в очередную страну, то в посольстве были какие-то идиоты, там были дебилы, тут были стукачи. И самые приличные люди это были КГБшники, которые работали на внешнюю разведку. И вот папу моего очень привлекал романтик шпионажа, но он не смог попасть в КГБ, потому что у него было плохое зрение. А он мне всегда говорил о том, что его это привлекало, и я вот думаю, почему. И я думаю, что Джеймс Бонд стал символом такой вот романтики, разведки, потому что Джеймс Бонд олицетворяет собой два главных снятых человеческих табу. Он может переспать с любой женщиной, и он может убить любого человека. И подсознательно люди к этому тянутся. И эта романтика, что вот это вот возможно хотя бы в мечтах, их очень привлекает. Тебя романтика шпионажа когда-нибудь привлекала? Да, романтика меня привлекала. Это, кстати, очень ты правильно говоришь. Причем, ты знаешь, вот эти два табу, которые сняты, они тем более работают, кстати, за границей, среди буржуев. Потому что туда берут чаще всего на работу, кстати, выходцев из буржуазных слоев. И это вот эти вот буржуазные слои, они понимают, что вот они еще к тому же могут еще запрет религиозный, там католикоперицизм какой-то или протестантство у кого преодолеть таким образом. То есть для них это тоже очень привлекательно, это дело. Вот у меня романтика сама по себе шпионская меня привлекала. То есть я обожал шпионские фильмы. Обожал Штирлицев там всякий. Я играл в Штирлице вот в 73-м году, когда прошла эта штука. Я себе делал даже документы с этим самым, делал с усиками Гитлера, вот как вот на истинный ариец там и прочее все. То есть я в это дело играл. Характерно-нордический. Нордические, стойкие и так далее. Вот я пошел, кстати, даже в кружок в Доме пионеров учиться азбуке Морзе. И то есть я умею это дело отстукивать на азбуке Морзе. Ну хотя теперь, конечно, забылось, но в общем это там я получил какую-то там даже бумажку, что я умею работать на радиоключе. Вот, то есть в принципе это меня привлекало. Но потом вот были сомнения. То есть у меня сомнения были этические. Этические, потому что когда я начитался уже антисоветской литературы, я еще не делал разницы между разведкой и контрразведкой. То есть вот там пятым управлением, вторым управлением и первым главным. И для меня было это все в одной куче, и поэтому это было все очень неприятно. А они мне тактично объяснили, что разница есть. Разница есть. И вот они все, что ты мне сказал, что твой папа рассказал, Вот мне это мои офицеры, которые вели подготовку, они мне все это дело рассказали. Вот. И больше того, когда я уже очутился внутри КГБ, я понял, что на самом деле даже внутри КГБ это не только была белая кость, но это было диссидентствующее управление. Там были диссиденты. Кстати, поэтому среди них так много предателей. То есть КГБ дало 60 примерно человек предателей, и ГРУ дало 60 человек предателей. То есть примерно 120, если не 140 человек во все времена Советского Союза ушли на Запад. И это были, как правило, либо разведчики ГРУ, либо разведчики КГБ. И этим все сказано. Потому что когда ты работаешь на разведку, самое главное, почему эти люди за границей на твоего папу производили такое впечатление? Потому что они не пересказывали газету «Правда». Потому что если ты хочешь вербовать иностранцев и начнешь им пересказывать газету «Правда», ты никого, кроме коммунистов, не завербуешь. А коммунисты нас не интересовали. Коммунистов не надо было вербовать. Они и сами готовы были работать на Советский Союз. Нужно было вербовать как раз наоборот буржуев, которые сидят в государственных учреждениях, в крупных президентских администрациях, у премьер-министров и так далее. И в этом смысле, конечно, в разведке была свобода слова. Тебе позволяли говорить все, что угодно с буржуями. Хотя у нас внутри, конечно, была парт организации, за нами присматривали, конечно. У нас была своя внешняя контрразведка, где Калугин работал, который смотрел и за нами в том числе. То есть это была служба внутренней безопасности одновременно. Но разведка была диссидентствующим управлением внутри КФБ. И по этому поводу в нее все хотели попасть. Вот почему Путин так хотел попасть в разведку и никогда в нее не попал, потому что он на самом деле был плохим разведчиком, он был контрразведчиком. Это у него видно по морде. Потому что вот чем меньше человек похож на КГБшника, тем лучшим КГБшником в разведке он является. Ну да, те генералы, которых я знал, какой там КГБшник, это были рафинированные интеллигенты. Абсолютно. Ну, ты знаешь, и в этом смысле, конечно, у нас очень удачно, у Андропова был выбор, когда сделали фильм про Штирлица. Потому что Штирлиц, это вот все хотели быть похожи на Штирлица, а он такой на все руки мастер. И, кстати, вот ему там и убивать ему можно было, да, потому что он агент Клауса. Причем подлого агента Клауса убил, да, вот таким образом. Это показывало, что вот разведка, она, значит, с этими доносчиками, к доносчикам относилась очень негативно. И все, конечно, хотели быть похожими на Штирлица, или потом, я не знаю, на героев Соломина где-нибудь там в ТАСС уполномоченно заявить. И у меня тоже было такое временами. Ну, по поводу Штирлица небольшой комментарий. У нас в МГИМО преподавал некто Павел Михайлович Филоненко, или Филоненко, ну, мы его звали Филоненко. Он преподавал историю страны Латинской Америки, и он преподавал у нас, естественно, я с ним подружился, и потом дружил и после окончания. И только когда Паша умер, и я попал на его похороны, я встретился с его мамой, папа к тому времени его уже умер, познакомился с его мамой, и уже в Америке здесь я узнал, что оказывается папа и мама Паши Филоненко и были прообразами Штирлица и радистки Кэт. Вот, этим я был потрясен. Так что я, да, у меня было знакомство с радисткой Кэт, а сам Паша прожил жуткую жизнь, он тоже, видимо, был в КГБ и участвовал в войне, видимо, во Вьетнаме. Он мне никогда не говорил точно. Вот, ему оторвало, он попал на мину, ему оторвало ногу, и он мне рассказывал, что когда он, значит, открыл глаза, увидел небо, первое, что он увидел небо, потом он сел и увидел нечто белеющее вдали. Это была его пятка. Ему оторвало пятку, вот. Ну, в общем, эту историю я описал в одном из своих рассказов. После этого он стал антикоммунистом, жутким. И наша дружба как раз и состояла в том, что он пытался убедить меня в своем антикоммунизме, а я, будучи секретарем порткома МГИМО, а я настаивал на своем юношеском коммунизме. Вот, но он добился своего. Он добился своего. Правильно. Латинская Америка, кстати, дала значимые. Великий нелегал был Григуревич, тоже латинос. Он, знаешь, он дошел, значит, он играл, естественно, выходца, по-моему, из Коста-Рики. И он дошел в своей карьере нелегальной до посла Коста-Рики в Ватикане. Извините. Извините. Ну, а когда он вернулся, он стал член кором Академии наук, там и так далее. Человека-латиниста, который, я не знаю, по-моему, до сих пор жив. Ну, в общем, конечно, некая романтика была, но, знаешь, эта романтика, она не доходила дальше порога первого кабинета, в котором ты оказывался в Ясенье. Потому что как только ты там оказывался, ты убеждался, что, в общем, романтика, на самом деле, это очень далекая вещь, потому что сначала надо сидеть в кабинете, писать нудные справки, читать кучу телеграмм, ничего там интересного нету. Все врут, все дружки, все вербовки, это в основном притянутые за уши непонятно что, но всем нужны результаты, поэтому начальство понимает, что все врут, но утверждает эти вербовки и так далее. В общем, это довольно быстро расширование находилось, но мне удалось воспользоваться классным периодом, потому что это была перестройка, я сбежал из Ясенья очень быстро на автономную работу, а поскольку я работал в управлении СНС, мне удалось получить некий такой очень свободный статус, то есть у меня был статус нелегала, но при этом я работал по своей фамилии, то есть это было, это было новое, мы осваивали новые формы прикрытия, вот, и, кстати, которыми сейчас активно пользуется российская разведка. У меня в этом уровне, конечно, потому что это самая удобная форма прикрытия, тебе не надо никого изображать. Да, тебе не надо никого изображать, и главное, что теперь же очень большая диаспора, и ты в этой диаспоре можешь утонуть очень быстро, и достаточно просто жениться на француженке или американке, получить американский паспорт или французский, и все, и тебя возьмут в Пентагон, тебя возьмут в ЦРУ, в ФБР, потому что там к этому очень спокойно относятся, удивительно. Вот, это у нас, если у тебя там в третьем колене иностранец, и они не возьмут вообще никуда, вот, в грузчики даже не возьмут, да, а у них берутся, в том числе в Белый дом ты можешь устроиться, работать, вот, и по этому поводу, конечно, разведка в этом смысле работает довольно активно. Так, ну хорошо, я знаю, что ты окончил в качестве нелегала, на самом деле легально, но нелегально, окончил элитную школу во Франции, в которой учились президенты Франции. Значит, почему ты стал не президентом Франции, а членом редколлегии журнала «Крестьянка»? Ну, во-первых, эта школа во Франции была до члена редколлегии журнала «Крестьянка», потому что когда я учился, поступил в школу Андропова, у меня в институте, в Краснознаменный институте, у меня всегда была особая судьба в этом смысле, поэтому даже люди из нашей системы не понимают вообще, не верят, вот там швец какие-то, и рассказы, говорю, что там, все, он врет про себя, хотя вот швец про себя врет, вот, потому что со мной, когда я поступил в институт Андропова, у меня было две подготовки параллельных, то есть я учился на легального разведчика в институте Андропова три года с испанским языком, и параллельно у меня была работа с третьим отделом управления «ЭС», и от них я ездил даже в подпольные командировки, в том числе и в Латинскую Америку, но об этом я рассказывать не люблю, потому что мне хочется в Латинскую Америку, может быть, когда-нибудь вернуться и получить туда визы, поэтому ни поездку, ни города, ни страны называть не буду, вот, потом это все дело не состоялось для нелегальной разведки, но состоялось для разведки, для легальной, то есть в смысле я пришел в управление «ЭС» сначала работать в легальную структуру, а потом меня все равно вывели как нелегала, вот, ну, в общем, это довольно сложная, сложная штука, мы там за оставшееся время, потому что у нас осталось не так много, к сожалению, сегодня, потому что у меня уже запись там через 15 минут следующая. Да и мы уже в эфире. Да, уже час, час, больше часа, да, да. Вот, и по этому поводу, значит, вот состоялась эта учеба во Франции, и учеба во Франции, знаешь, как она, конечно, с одной стороны дает очень большие контакты, вот, а с другой стороны мне не было интересно никогда использовать эти контакты вот для какого-то, там, я не знаю, карьерного роста. Поэтому, кстати, у меня большие даже успехи были в Швейцарии, а не во Франции. А потом, когда уже узнала вся эта история шпионская, то они очень боятся, очень, они до сих пор считают, что я работаю в разведке активно. Вот, ну, мы подтвердим им, да, действительно, я вообще трехзвездный генерал, я генерал-полковник службы внешней разведки, начальник службы автономной, секретной, вот, ведаю всей нелегальной сетью по всему миру, вот, ну, под прикрытием журналиста, работающего на французском телевидении, и писателя, который пишет книжки про шпионов. – Да, вот тогда мой последний вопрос. Расскажи подробнее о своих книгах. – Значит, ты знаешь, сначала у меня был, конечно, как у всех людей какой-то там блог, где я там что-то там писал, какие-то статейки, какие-то воспоминания на русском языке, все читалось, но я забыл одну вещь, что во Франции пока у тебя нет книги напечатанной, тебя вообще не воспринимает никто серьезно. К сожалению, я это понял довольно поздно и случайно пересекся тоже вот на какой-то вечеринке с человеком, с которым мы начали разговаривать, и мы выяснили, что я бывший шпион, и он бывший шпион. А у него он только-только организовал свое собственное издательство. И для того, чтобы его издательство рассматривали как настоящее, ему надо было публиковать кого-то, кроме самого себя. И он нашел уже одного там бывшего шпиона, и ему он уже был третий бывший шпион, тогда это издательство было как бы настоящее. И он мне предложил, спросил, есть ли чего мне предложить. Я говорю, вот у меня написана практически книжка, уже по-русски называется «Как на меня охотился КГБ», но ее надо просто перевести, ее подработать немножко. Он говорит, ну давай. Мы с ним подписали договор, и, значит, вот эта книжка, вот она, вот эта, вот КГБ, да? Вот эта была в 2019 году, она была издана первая. Но издательство было это маленькое, у него не было никакой сети избыта, то есть мы продали какие-то очень смешной тираж, но это не самое главное. Самое главное, что книжка состоялась. А когда книжка состоялась, все, она начинает крутиться в сети, и тебя начинают рассматривать как серьезного человека. И поэтому на меня стали выходить какие-то СМИ, просить интервью. И через год я отдал интересное интервью, и на меня вышло уже нормальное издательство настоящее, которое предложило написать, потому что мы как-то на телевидение на площадке оказались с французским чемпионом вместе. Мы не были абсолютно знакомы, познакомились вот прямо в студии, и у нас состоялся интересный разговор с ним. И его издательство сказало, а почему вам этот разговор не формализовать в виде книги? И значит мы подписали с ним договор, и написали эту книжку, она вышла в 2021 году. И в общем она довольно хорошо распродавалась, потому что во Франции, так сказать, если ты продаешь 3000 экземпляров, это уже хорошо. Если ты продаешь 5000 экземпляров, это считается уже успешно, а мы продали 10. То есть это в общем даже был какой-то там, ну не скажу, что бестселлер, но он был бестселлер в нашей нише. То есть вот в нашей нише книжек про Шпионов, он даже был бестселлером. И на фоне этого у меня был еще договор с другим издательством, и я писал свою автобиографию. А эта автобиография, она значит была длинная, и поэтому заняло больше времени, и откладывалось потом, этот издатель, он такой требовательный, он говорил, что я вот пока не почувствую, что книга интересная, и пока я не почувствую, что книга состоялась, она не выйдет. И вот он говорит, ну все, я считаю, что вот нормально все, значит мы запланировали на 3 марта 2022 года выход этой книжки. 24 февраля я должен был приехать в Париж для того, чтобы на телевидении, на французском ее представить. Через неделю она должна была выходить, то есть ее физически еще не было, но она уже была в предпродаже. Вот. И я просыпаюсь там в 8 часов утра, включаю свой телефон, а у меня миллион смс-ек и звонков, потому что началась война в Украине. И, соответственно, моя книжка, которая могла пройти, ну так сказать, если не совсем не замеченной, то могла просто быть замечена в каком-то там нашем узком сообществе шпионско-военном, вдруг вышла на первые линии. Меня пригласили сразу в первый же день, 24-го, на 4 канала телевидения, в том числе на очень популярную программу в 8-м канале. И на следующий день моя книжка стала бестселлером в Амазоне, номер один во Франции. Она еще не вышла. И она всю неделю стояла номером один в Амазоне. В общей, не в какой-то там этой самой категории, а вот в общем списке. Вот в топ-100 Амазона стояла номером один. И когда она вышла, сразу был расположен весь тираж, потому что издатель заложил довольно маленький тираж, и он начал пытаться доиздавать чего-то, допечатывать, но проблема с бумагой, проблема со всякими делами издательскими. Ну и когда все это дело наладилось, то в общем я теперь говорю, что мой литературный агент, его зовут Владимир Владимирович Путин. И на этом фоне вот сейчас уже мы продали 40 тысяч экземпляров. Да, это потрясающе. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Да, да. Ну и соответственно меня приглашали на телевидение, таким образом мне предложили постоянную работу на телевидении. И плюс другое издательство, уже вот крупное издательство Альба Мишель, французское, оно предложило мне написать книжку про украинскую войну путинскую. И она вышла 1 июня. Это вот та книжка, которая за тобой. Нет, в другой стране. Лангринаш. Да, Лангринаш, да. То есть, как это по-русски? Это даже очень сложно перевести на русский язык. Это, знаешь, как вот шестеренки, когда тебя затягивает механизм, когда ты не можешь из него выйти. Механизм, который тебя затянул. Пытался я найти это слово, не могу найти никакого подходящего, короткого названия по-русски. Ситуация, из которой нельзя выбраться. Да, я понял. И она тоже продается очень хорошо. Вот мы ее сейчас продали уже где-то там 20-30 тысяч. Так что вот в этом смысле, конечно, Владимир Владимирович сделал мне реноме успешного писателя. Ну и плюс появление на телевидении, конечно, они все это дело добавляют. Вот. Меня уже мой партнер по следующему эфиру уже пишет, я готов. А я ему не могу написать, что я еще не готов. Мы еще не договорили. Сереж, я тебя отпускаю. Значит, огромное спасибо за беседу. Я прошу наших зрителей, если вам понравился наш эфир, подписывайтесь на канал Сергея Жирнова, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о последующих поступлениях. Ну и надеюсь, как-нибудь еще встретимся и договорим. Конечно, спасибо тебе за приглашение. Ностальгическая передача получилась, потому что вспомнили молодость, вспомнили забытую страну. Как я ее говорю, мы с тобой занимаемся воспоминаниями о стране, которой больше нет. Потому что она умерла уже, эта страна. Ну все, спасибо. И до новых встреч. Счастливо, счастливо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!